Другие варианты работы на выносливость, на мешке. Два, два, три, четыре, пять, до десяти и обратно. То, что уже вы показывали до меня. Единственное, что хотелось бы предложить вариант чуть-чуть усложнить по мере освоения. Усложнение за счет того, что мы должны научиться ходить и выходить в координацию. Например, то есть первая у нас двойка, тройка, четверка. Итак, на первом шаге мы вошли, на последнем шаге мы вышли. Раз, два, соответственно дальше троечка. Раз, два, три, четверочка. Раз, два, три, четыре. Пятерка. Раз, два, три, четыре, пять. И так до десяти. С десяти спускаемся опять вниз до двойки, чтобы в конце у нас стопик начало получаться. На первом шаге вход, на втором выходе. И так прорабатываем все варианты удара. Например, сначала только прямые, потом раунд только боковые, потом раунд только агеркотики. И в завершении делаем раунд совершенно свободный. Но с той же идеей. То есть теперь мы выполняем любую комбинацию на нужное количество ударов. При этом на первом ударе мы входим, на последнем ударе мы выходим. И так, например. Раз, два. Раз, два, три. Четверочка. Раз, два, три, четыре. Пятерочка. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поднимаемся к той до десяти. И опять спускаемся в двух. Главным остается на первом шаге мы входим в комбинацию, отрабатываем. И на последнем ударе мы выходим, разрываем дистанцию. Сначала пробуем на пробежке. Потом, соответственно, пробуем реализовывать это в полусвободном спальнинге. Пробуйте и щедя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова